Ой, здравствуйте, здравствуйте. Рады приветствовать вас. Ее императорское высочество, государыню великую княгиню Марию Владимировну, в Нижнем Новгороде встречают прямо с поезда. Говорят теплые слова приветствия, целуют руки. А в подарок шикарные букеты цветов, конечно же розы. И никакой излишней роскоши и княжеских атрибутов. Глава Российского императорского дома искренне рада вновь оказаться в нашем городе. Ведь именно благодаря Нижегородскому ополчению 400 лет назад закончилось время смуты. И на царствование избрали семью Романовых. Помолиться в ваших местах здесь. Это такой юбилейный год, который празднует не только 400 лет дома Романовых, но и смуты, победы всех россиян на этой смуты. И поэтому я думаю, что именно в Пожарске тоже отсюда ехали. И я думаю, что надо тоже кониться и помолиться. Мария Владимировна – проправнучка императора Александра II и внучатая племянница последнего российского императора Николая II. Она родилась в Мадриде в 1953 году. После смерти отца великого князя Владимира Кирилловича в 1992 году стала наследницей престола и возглавила российский императорский дом. После нее это место займет сын – наследник цесаревич Георгий. Раньше, теперь и надеюсь, что и мои внуки, и дальше их внуки всегда будут готовы служить Россию в любом виде, как она почувствует, что мы можем быть им в пользу. В Нижний Новгород ее императорское высочество приехало только на пару дней. Свой визит она начала с посещения Михаила Архангельского собора. Великая княгиня приняла участие в торжественном богослужении и возложила цветы на могилу Казьмы Минина. Наших земляков высокое гостье называет примером для всех современников. Признается, что хоть и живет в Испании, а Россия всегда вспоминает с теплом. Впервые в нашей стране Мария Владимировна побывала в 1992 году. Правда, на русском языке говорит с детства. Ощутить русский дух ей позволяют прогулки по старым улицам. Я надеюсь, что смогу немножко походить по улицам, которые всегда так доставляют огромное удовольствие. Потом именно есть еще ощущения в наших корнях, в нашей традиции. Здесь все живое. И очень надеюсь, что вы сможете это сохранить, потому что это, безусловно, нас уже история, мы не должны. И даже и культурная история, и наша, чтобы и в будущем поколении она и осталась бы. Вот эти здания, это просто такая прелесть. Так что я очень рада, что вы смогли до сих пор их сохранить. В Нижнем Новгороде Мария Романова остановилась в гостинице с видом на Волгу и уже успела отметить соединившую два берега канатную дорогу. В южной части, в западной южной части Испании, и почти что на границе, ну совсем на границе с Португалией. И у них тоже все время идут. О, мне уже, и мне так приятно, и каждый день. После визита в столицу при Волжье, великая княгиня Мария Владимировна отправится в Чувашию и Самару. Екатерина Вологина, Дмитрий Плутунов и Алексей Соколов. Служба новостей «Город». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!